Всем привет! Вы на канале Вместе. Вадим и Настя. Здесь про нашу жизнь. В этой серии мы поехали на карнавал Магия. Ну прям какой-то, не знаю, Диснейленд. Такое все миленькое, мне нравится. Такая маленькая парковка для байков. Привет! Это Вадим. И мы на карнавал Мэйджик. На входе здесь что-то вообще такое? Все золотое, все сказочное. Наверное, это подобие Диснейленда. А сейчас мы посмотрим, что там есть внутри. Проходим по лабиринту для того, чтобы обменять наши ваучеры на билеты. Настя уже в очереди, я ее загоняю. А ладно, я здесь и буду. Извините, можно выйдут? Разные у нас, потому что иди. Сейчас ждем, что одна из этих кассы освободится и пойдем менять ваучер на билет. Короче, вот здесь можно в этом магазине что-то получить. Лаки тро, типа что-то вытащить на удачу. Я не знаю, что это надо будет поискать. Ну такая, лотерея на удачу. Наверное. Мы получили наши билетики. Все, идем дальше. Разведывая, что дальше происходит. Все светится, все какое-то сказочное. И сотрудники тоже веселые, в костюмчиках. А, ну пойдем здесь, пройдем. Ой, все автоматически. Давай где один? Ее тоже так начали. С трех кодом, наверное, Настя. Улыбайтесь, Настя, такая суровая. Ага, трех кодом. Так. Все. Улыбайтесь. Что тут куда сувать? Давай я сую. Давай я уберу цунушку. Сейчас, одну секунду. Пойдем. Смотреть, что у нас происходит. Так, ну здесь нас проверят. Ой, напитки нельзя. Так, что нельзя? Еда? Не, может быть, такую бутылку можно сейчас узнаем. Если вдруг нам нельзя быть в нашу многоразовую бутылку, вот такую, то сдадим. Не хочу ее носить. Первый раз взяли вообще за все время. Так, сейчас Настю досмотрит. Здесь меня попросили открыть барсетку. Посмотрели быстро, что там есть и отпустили. Приятно, что здесь так пекутся о нашей безопасности. Так, быстрый досмотр. Ничего не обнаружили интересного? Если уходишь отсюда, то нужно обязательно на руку получить штамп. А потом только тебя запустят. Ага. Это очень нельзя, просто взять, выйти и взять. Ладно. Ну-ка, подержи, Настя. Надеваем очки. Надо на себя это посмотреть. Когда тебе 27 такой, опа. Здесь их номинации. Да. Ну, ощущения прикольные. То, что куда-то попало в такое, как сказать, мероприятие, которое вот и до организовано. Карту? Да, конечно, возьмем. Там наверняка будет написано, куда нам в первую очередь на топать. Да, посмотрим, что за карта. Да, и развернем. Опа. Вот, тут сразу, смотри, все разрисовано. Вся карта этого заведения. Да, а мы сейчас где находимся? Так. Наверное, эйда, вход. И, наверное, один. А, и, наверное, надо взять на другом языке. Точно. Какая-то русская. Как так? Я вообще не на русском русском. Ой, на русском такая большая пришутка. Вообще толстая такая. Опа. Как-то так интересно разворачивается. Так. Что-то не особо понятно. Здесь нет карты. Прикольно тут. Наши лица. Те, кто тренировался на входе, потом якобы они передвигаются по карту. Пробо сьем мы пока не нашли. Поищем, пока идем. Я нашла на русском. Там на английском. И на английском. Так, вот. Та-дам. Где? А, вот, да, Королевство огней. Все. Круто. Пойдем. Пойдем. Класс. Какой-то замок. Давай сначала сюда будем. Магазин? Да. И даже здесь фонарики к китайскому Новому Году есть. В общем, 30 нам надо будет сюда. Ага. Здесь все и будет. У нас сейчас есть, поэтому время погулять. Такая непонятная парка, честно. Дойдем мы туда, нам 100% туда. Здесь ты правильно сказала, здесь магазин. Да, магазин поинтересован. Heritage. А, короче, шоппинг тоже туда. И буфет. Сувенир шоп. Пойдем? Пойдем. А, да-да-да. Именно с животными все. Ёлка Настиной мечты. Когда-то Настя мне сказала, да нет, я розовую не люблю. Розовую не для меня. Но потом, как-то слишком часто у нее стали вещи розовые появляться. Акады все-таки ей нравился розовый. Она просто стеснялась. А потом, когда уже стала моей женой, перестала стесняться и такая. Много чего захотела розового. Ну, разум сувениры. Акады все-таки, как-то считается. Как считается это? Аномони. Аномони. Стеклянная. Прогуляйтесь по магазинам, купите что-нибудь. Ну, не знаю. Надеюсь, что кроме магазина сейчас учет что-нибудь здесь будет интересное. А то по магазинам ходить мы и так умеем. В общем, все, хватит бижутериев. Идем куда-нибудь в другое место. Да, конечно, здесь вообще какой-то замок. А вот это вообще как будто уже в Кыргызстане снова оказались. Я думаю, кыргызы бы с удовольствием такую плитку сделали себе. Идем дальше сюда. Это просто такое, знаешь, это... Зашел и все, и дальше ты уже затянут. Магазинную историю, да. Не выйдешь, пока что-нибудь не купишь. Давай, гап. Если ты, так скажем, не купила еще себе до этого такую игрушку, то должна была купить ее в Таиланде на Carnival Magic. Не знаю, здесь какой-то дартс. Ну, тут я не столяна, скажем. Да. Прикольно, да? Да-да-да. Как будто носорог в стену ушел. Мне кажется, у всех, кто из СНГ, если бы был вот такой вот тигра. А у меня не было тигра. У меня был Урал алюминиевый. Свин довольно реалистичный. Карнивал, костюм, фотошоп. О, мы костюмы хотим. Таварика. Так, да, сейчас мы попробуем надеть какие-нибудь костюмы. Нет, почему, примерять можно для фоток. Вот видишь, кому они нужны их покупать? Написали, а не фотографируйте. Не фотографируйте их? Идея, конечно, с фотографиями в таких костюмах очень интересная. Но стоимость за одного человека за три фотки 900 бат. Кажется, что-то немного много. Пожалуй, откажемся от такой идеи. Вот здесь что-то вообще уже шумное стало. Это рулетка. Так, все, я поймал яйцо. Таварика. Да, идем. Невеста. Сейчас быстренько пройдемся, посмотрим. Сюда кольцо кидать? Да, здесь, в общем, еще одно поймем. Всякие такие развлечения. Можно кольцо покидать, да, вот невесте на пальцы. Ну, правильно, люди пришли, хотят отдыхать, надо попробовать провести их по всем аттракционам. Да. Лейлэнд. Да. Если с детьми сюда пришел, то все, точно. Придется раскошелиться. Сотрудники такие активные, хорошо зазывают на аттракционы, улыбаются все. Думаю, детям здесь будет очень весело. Да и нам, в принципе, интересно посмотреть. Ну, что-то я не ожидал, что ты назад пойдешь. Да, я тоже не ожидал. Этот огромный слон, самая большая фигура из Папье-Маше, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Высота его около 6 метров. Девочка полезла в рот. Но почему-то кое-что не внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Но пройти это место ни в коем случае нельзя. Я про туалет. Да-да, вы не ослышались. Здесь находится самый безумный, яркий, музыкальный, сверкающий туалет в мире. Ни одна кабинка не повторяет другую. Унитазы и раковины сверкают огнями. В общем, в зале стоят огромные фигуры. Все крутится и вертится. Это единственное место, где туалета-лук выглядит по-настоящему инстаграмным. Идти надо, даже если не приспичило. Я точно в туалете вообще? Так. Очень интересно. Вот в такой мы кабине оказались. Так это морская кабина. А это? Это? Да, не везде встретишься вообще такие огромные. А, это космос. Это космическая кабина. Мы в туалете. Я не могу тебе поверить. Какой-то уже точно космический шаттл. Пока сидишь, не соскучишься однозначно. Здесь даже вот видео-небо. Туалет-это шедевр, конечно. Смотрите, сбоку какая-то есть подсветка. Здесь тоже находишься в небе, летишь. все, надо обязательно сделать себе такой туалет дома. Так, а здесь? Ого, и здесь тоже. но тут, конечно, на любой вкус и цвет. Да. это какая-то фантастика. Я уже сколько здесь хожу. И вот, пожалуйста, еще один дизайн. Да, здесь с динозавром можно посидеть на туалете. Пока ты тут сидишь, он тоже летом с тобой сидит. А здесь еще и динозавр отпустит, опустится в тебе. Когда боишься руки мыть. Вот так вот. И снова захочется сходить в туалет. Да, вообще класс, класс. И пахнет здесь, конечно, очень ванильно, сладенько. Так и не сразу поверишь, что находишься в туалете. Пожалуйста, заберите все ваши вещи перед уходом. Да, вещи лучше здесь не оставлять. Баба! Чуть не убился перед тем, как выйти. Вообще, я так долго в туалете... Ну ладно, был, конечно. Но так интересно у меня в туалете еще не было. Прям столько всяких разных грушек. А у нас там еще один туалет есть, в котором динозавр на тебя так выпускается. Да, там тоже еще. Там руки, когда начинаешь мыть, где-то девчонки показала. И он опустил. Он такая увидела, что просто я снимаю. Такая, смотри, а тут еще вот динозавр отпустит, для себя руки и начнежны. И показала мне, поэтому классно вообще. Тут почему-то пахнет очень, ну, хорошо. Выточка какой-то. А, кстати, как раз до этого же была эта реклама с тем, что сколько стоить будет это. Кстати, скоро тайна этого приятного запаха раскроется, и вы узнаете, откуда этот запах. какая-то уличная часть аттракционы. Какие карусели классные вообще. Сотрудники вообще здесь классно выглядят. такие маленькие клеточки для детей. Клеточки. На, держись. Клеточки. Понеси чуть-чуть. Ой, а что там? Он уже снимается. Ой, ладно, ладно. Это уже к китайскому новому году, мне кажется. Мэри Мейкер. Ну, здесь вон и заведения всякие есть, где можно переключить. Пойди попробуй что-нибудь вкусное. Там вот вкусно пахло внутри, там кофейня. Такой получается тайский Диснейленд. Сейчас еще стемнеет и все будет еще ярче и интереснее. А вот и китайскому новому году. Он тоже тебе понравится. Он какой-то и слон, и мышка. Слон и мышь. Мы не пойдем это мороженое кушать, оно стоит 160 бат. А там вот была пекарня и там было дешево. Тогда можно рассмотреть 50 бат цены. Ну, давай, здесь все посмотрим и пойдем панорама бар. Круто, круто. Сюда будем заходить? Конечно, пошли. Elephant in the room. Смотри, какой слон огромный. Здесь классно. Что светится, так еще интересно. Ну, здесь будут одни слоники. Тут, наверное, потребление электричества как у маленького города. Да. Так это и есть маленький город. Ой, давай посмотрим, сколько все это стоит ради интереса. Я тебе скажу сейчас. 800 бат. 800 бат всего лишь. Всего лишь. За слона. А мы за сколько были билетов в стадии? Мы купили билеты за 1800 бат. Это без буфета. Да. Один слоник какой-то. Половина билета. Да. Вадим, присматривайте апохало просто. Веер. Апохало. 95 бат. Будем смотреть слонов дальше. Вадим, хочешь себе такую шапочку? Я такого количества слонов и разнообразия вообще в жизни видел. А вот это уже я видел. Мне кажется, это такое, как сказать, часто распространенный голубой блок. Да, да. А вот такие очень интересные смотреть с узорами. Типа как шьют из остатков ткани обычно. Смотри, можно себе для путешествия взять. Да. Теперь у меня теперь я видел всех, наверное, основанов, которые не могут быть только я люблю твои. Карнивал Мэтик. Угу. Что за зе партии? Давай зайдем сюда. Пойдемте покажу вам, что такое. Ой, здесь шмотки. Ну давай так, мельком. Вот прямо посмотрим, что тут у нас. Хотел увидеть какой-то партик. Здесь слоны. слоны. сегодня будут слоны? Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Ну да, здесь тоже все в слониках. Но дизайн, типа, как выложена плитка, цветастая. Такая цветастая. Стены и потолок просто. Опа. Да, это как такой шатек в цирке. Фонарики прям, да, вот как вот эти красные, только тут они разноцветные. Не, это же эти, похожи на воздушные шары. Ну, вон те, да. А вон те, как фонарики, да. Прикольно. 4,50 бат. Я слонару заказала за 26 бат. Да, это что мы со слонами и здесь тоже можно купить. У нас здесь на погулять еще есть полтора часа. И, я так понимаю, действительно этих полутора часов достаточно будет для того, чтобы какую-то часть здесь обойти. Потому что вообще здесь очень много здесь очень много вообще пространства, всяких заведений, магазинов, где можно что-то купить, где можно посмотреть на что-то. А еще интересно то, что чем будет меньше солнца, потому что мы находимся под открытым небом, тем будет все это красивее выглядит, потому что здесь все электрически подсвечено. Вон там в конце темная фигура? на птицу похоже. Но согласитесь, вот мы немного уже прошлись по магазинам, вышли сюда на улицу и здесь уже все намного круче стало выглядеть. такое яркое вообще очень красиво. Место здесь конечно вообще сказочное. Мне бы сюда в детстве попасть, я бы наверное очень был рад и счастлив. в детстве не если до в до слушая там про лотарию кажется говорят. о какой вид отсюда открывается уже такие замки и вообще да как каком-то мультики bird of paradise смотрите какие здесь орнаменты а ну мы теперь и здесь хотим по сфотографироваться а точно все идем в другую сторону в огромном ресторане райская птица кормят всех в чей билет входит ужин размеры ресторана просто поражают одновременно в нем могут разместить до 3000 человек здесь можно найти блюда тайской европейской и индийской кухни ну каждый раз становится только лучше чем темнее тем интереснее кажется по этой же причине за мероприятие проходит именно вечером что там скорее всего в самом шоу тоже много именно светового какого-то но есть эффекта то есть много лампочек опять же и поэтому ну из-за того что лампочки есть лучше это шоу показывает когда будет темно когда свет будет приглушен на лестнице хочешь сфотка вот так я как девчонку да но идем может а мы перекусим чего-нибудь да мы сначала сюда дошли и как бы я не совсем понял там еще магазина нас встречают вот а показывать начали вот так вот это как сказать немного расходились и чем глубже прошли тем казахажутся как бы интерьер интереснее и фотографии хочется везде поделать и поэтому мы там по фоткались тут по фоткались и прям вообще везде затягивает времени уходит очень много и как бы она время пролетает быстро потому что для меня это напоминает чашка ладу фабрику потому что вот такое здесь все все как в мультике вот такой слон да и глаза они так это опускаются поднимаются там подсветка разного не включается если мы когда-нибудь в америке окажутся я хоть 40 лет пойдет здесь на воин оба ой какой здесь приятный запах весь и вот но в ванилью ванили нам везде пахнет и так хоть что-нибудь есть и да вообще здорово конечно мы же налево сначала пошли в ту сторону а здесь вот какое-то дерево большое ого какой он метки все кроме двух сбил но точно ему должны что-то дать час что-то нет ничего получается можно только или мороженое взять попкорн или попить да да мы сейчас только сладости можно перекусить да да просто меню здесь отличается с меню в котором стоят в районе хотя бы шоу заведения устарела наверно просто да поэтому целый маленький и и развенел звонок для того чтобы начинать карнавал и сейчас мы у нас будут проходить актеры с декорацией которые в следующий раз мы увидим уже на сцене вот вот здесь короче платья как мальчики так и девочки на сцене мы мы как мы и мы и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 В общем, объяснила, что надо оставить еду, телефоны и камеры. Да, ну все оставляем, воду возьмем, кто-то хочет. Вот наш шкафчик. Открываем, и все, и вы сюда заладите. Как это было круто, да. Да. Очень много техники, очень много огней. Вообще, ну прикольно. Ожидания все оправдались. Я увидел очень и очень много актеров на сцене. Очень масштабно было. А Настя своих слонов, которых ждала. Хоть они были и не настоящие, но их было очень много и были очень большие слоны. Да, ни один настоящий слон не пострадал в этом спектакле. Да. И да вообще там, вот как бы сразу с самого первого момента притягивает тое внимание с начала спектакля и до самого конца его держит. Это классно. И актеры, и техника, и картинка на заднем фоне. В общем, все было вообще прямо такое. Яркое-яркое, прикольное, крутое. Но можно сказать так. Рекомендуем обязательно, когда вы приедете в Таиланд, побывать в этом месте. Не пожалеете. А мы идем гулять. Сейчас вторая часть представлений или назвать ее третьей, потому что перед представлением тоже была некоторая часть прогулочная. Сейчас идем в парк и смотрим, что будет там происходить. Погнали. Да, и там уже начало-то опаздывается. Мы уже опаздываем. Нам вон туда идти. Вон туда-туда. Вот здесь мы были. И теперь мы идем вот туда. Погнали. 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 Топаем потихонечку. Какая птица зажглась. Да, точно, точно. Да, и там уже что-то начинает. Вот там, где вот за этой крышей там, вот там была темная птица с днем, а сейчас она светится. Мы, наверное, когда пройдем там в дачу увидим полный рост, полный размер. Да. Мы идем в то место, которое называется Королевство огней. Королевство огней. а ой какая красота ничего себе Огней там реально много Все сфейдется Ничего себе Время ходить 20 минут И по кругу пойдем сейчас Да Так, а у вас Сейчас будет возможность Самому первому Мы даже Мы плохо видим А вы сразу увидите Что там происходит А сейчас мы спустились на первый этаж Мы там сверху смотрели на все это И теперь будем смотреть Уже здесь На уровне этих огней Кто они себя представляет Ну мы сделали это Классический ход Мы увидели, что отец Фотографирует свое семейство Я говорю Насте Скажи ему, что мы его сфоткаем А он сфоткает нас Мы их сфотографировали А они сфотографировали нас Теперь у нас есть фоточки С этого места Вообще просто Такая большая макия Да Здесь какой-то трансфер есть То есть могут покатать А вот там инсталляция Посвященная как раз Китайскому Новому году Впереди будет сейчас Вот, кстати, и павлины Да Фонтаны прикольные Ну что, идем? У нас еще целых 20 минут впереди прогулки Тут написано, что через 50 метров будут туалеты Я хочу туда тоже зайти Кстати, про туалеты, которые были с закрытой секции Где нельзя снимать Там из туалета окно и там река бежит Ну как бы проекция реки Прикольная, да? Да, да Очень Я даже пошел в первую очередь в этот туалет Потому что я был еще под впечатлением После первого похода в туалет, который мы уже показали И этот туалет заслуживает внимание К сожалению, его нельзя снять Вот Но там все очень красиво И сходить даже интересно А здесь чьи фонтаны? А здесь чьи фонтаны? Посмотрите только что это за проход Класс Класс Здесь по бокам зеркала А сверху такие светящие элементы И павлин Павлинов здесь, кстати, очень много есть В том числе в представлении в этом шоу Павлину тоже уделяется много внимания Красивая птица Оооо Может как будто мы в лес попали? И даже небо сделанное из каких-то лампочек Стоит Стоит Павлина Стоит В В Неужели наша экскурсия на этом закончится? Нет, по-моему, мы еще не нашли. Мы еще в лесу не были. Сюрприз. Это айс-крим. Такие кошачьи головы. Сорбет. Блестящая комната. Да, подобное что-то. Как тебе такая блестящая комната? Столько глиттера, вообще, столько блестных. Да. Это мы с Вадимом, если бы Вадим доверил мне ремонт в нашей квартире. Такое дело на свое усмотрение. Все блестящее и розовое. Да. Так бы и было. Я уверен. Вот еще одна инсталляция. Предлагаю сделать фотографии. Да. На самом деле, если согласиться с ними везде делать фотографии, то много отсюда фотографий унесешь. Идем в следующую комнату, смотрим, что здесь есть. Точнее комната, улицу. Да. Ого. Смотрите, что тут вообще такое. Огромный коридор из огней. Класс. И елочки есть. Хехех. Сейчас пойдем туда. Что же красота? Вот это я поеду. Дорого, богато, красиво. Да. Красиво? Божато. Страминах от плавис По сути, ничего необычного Просто, типа, куча арочек Подсечивается Конечно, интересно пойти посмотреть Мне еще интересно, сколько они потратили Тратят, точнее, ежедневно Думаю, что очень много Сила заканчивается Просто хочется уже покушать Мы кушали давно, а уже 10 часов вечера Да Но это реально запомнится надолго Вот такое вот мероприятие То, что просто Я вообще никогда в таком не был Чтобы ты сходил как бы в театр Там было представление А после этого представления Еще в такой же стилистике Парк, где ты можешь прогуляться Я, кстати, заметил, что зоны Очень похожи на то, что показывали на представлении То есть там сначала были реки Потом был тоже, типа, лес Потом вот эти вот Ну, в общем, даже вот мы идем Там этот блестящий ананас И он тоже выкатывался Только, конечно, более такой большой Те же слоны и павлины И все оно повторяется просто в таких огнях А там это были такие большие фигуры Которые выезжали на сцену Очень похожи Конечно, интересно Это получается Ну, как бы, если все вместе взять То это представление, которое длится у тебя часов пять Да И ты в это время можешь И погулять, и покушать, и посидеть И музыку послушать И при этом, как бы, по сути, никуда не торопишься Павлин Еще один А здесь вот головной бор Традиционный тайский Смотрите, какой он огромный В сравнении с человеческим ростом Вот эти вот огни Подсвечивающиеся Ну, на земле Мне напоминают По-моему, называется Гагаринский парк Который в Краснодаре Он там тоже эффектно смотрится И музыка здесь везде такая сказочная Да Очень красиво Здравствуйте Да Да Спасибо 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 ί 치 Я 沒 п как классно сегодня мы сходили на как не вам мэджик и действительно здесь происходил какой-то мэджик было очень красочно очень ярко нам очень и очень и очень понравилось все представления прогулки и также надеемся что и вам понравилось с нами ходить и спасибо что были с нами вместе подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки это продвигает наше видео пока-пока и до скорых встреч они в этом шоу показали просто типа что поднимается и показали какие-то пейзажи на крабе просто типа не знаю было прикольно стоит такое тоже сделали типа не знаю а горы природа до сколько время но сколько так скажем снега лыжники в этом скатывали это при можно много чего показать просто не здесь типа и денег заработали и станут поликланировали да то есть когда ты сюда приезжаешь ты можешь еще дополнительно познакомиться страной уже круто храм и и сама вот просто мероприятие от начала и до конца пропитана таким добром как рыбу на крючочек ловят и ты так по леске просто за леску ходишь ходишь все светится